Новости на Дону Новости на Дону С учетом новых возможностей, которые появились не только в связи с условиями, созданными на Левом берегу, но и с реконструкцией улицы Станиславского, насколько мне известно, рассматривается вопрос о том, что появится несколько новых остановок в районе стадиона перед аллеей, перед центральным входом в стадион, ну и возможность переезда через Ворошиловский мост, чтобы максимально быстро добраться в центр города, конечно, будет. Кроме новых остановок на Левом берегу могут появиться жилые дома. По словам губернатора, несмотря на то, что сейчас Левобережная зона имеет спортивно-рекреационное назначение, вопрос строительства домов просматривается. Нужно определить конкретные участки и оценить происходящие на них природные процессы, включая разлив реки. В числе других тем глава региона говорил о возможности создания аэропорта-дублера Платова в Таганроге. Этот вопрос внесен в стратегию развития 2030. На базе авиакомплекса имени Бериева аэропорт уже есть, но чтобы сделать его пассажирским, нужно провести большую работу, отмечает Василий Голубев. Должен появиться терминал для пассажиров, который должен обеспечивать примерно до 80 пассажиров в час пропускную способность. Должна быть адаптирована взлетно-посадочная полоса, должны быть сделаны рулежки. Соответствующее оборудование, в том числе обеспечивающее безопасность, должно быть сделано. Аэропорт Таганрога очевидно подходит для того, чтобы быть портом-дублером нашего Платова. Но как минимум он может быть региональным аэропортом. Уже даже взвесили погодные условия в разные периоды года, и у нас достаточно часто в Ростове возникает сложная ситуация, в Таганроге есть возможность использовать аэропорт. И наоборот. Возможность создания регионального аэропорта в Волгодонске также рассматривается. В словам Василия Голубева, это востребова на город развивается, и аэропорт может этому помочь. Донские призывники приняли присягу в военном инновационном технокомплексе «ЭРА». Торжественное приведение к военной присяге нового пополнения двух научных род состоялось вчера в Красногорске. Присягу приняли 40 операторов технополиса, среди которых два призывника из Ростовской области. Накануне мероприятия завершился курс интенсивной общевойсковой подготовки, в течение которого будущие операторы научных подразделений осваивали общевоинские дисциплины, изучали уставы и постигали тонкости военной службы. Технокомплекс строится в Анапе. Там будут созданы самые современные условия для научной деятельности операторов научных род. Будут реализовываться совместные проекты с научно-производственными организациями и высшими учебными заведениями. Уборка ранних зерновых в Ростовской области подходит к концу. В этом году рекорда по количеству собранного зерна не будет, но урожай хороший и качество зерна лучше. Аграрии убрали уже 95% площадей. По предварительным оценкам соберут более 10 тонн зерна. Это были новости. ФМ на Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. Больше новостей на сайте don24.ru. С вами была Кристина Олешко. Кристина Олешко. Кристина Олешко.